Субтитры делал DimaTorzok Вместе со мной советы по выбору осветительных приборов будет давать сотрудница мебельного центра «Добро» Вера Бычкова. Вера, на этот раз мы к вам за люстрами. Какие советы можете дать телезрителям, которым предстоит выбор этого предмета? Как и любой предмет интерьера, люстра должна сочетаться с дизайном комнаты и, соответственно, подходить под ее размеры. При выборе длины люстры обращайте внимание на расстояние между ней и полом. Оно должно быть не менее двух метров. Стоит не забывать и о диаметре люстры. Если ваша комната меньше 10 квадратных метров, значит диаметр люстры должен быть 40 сантиметров. Исходя из площади комнаты, можно также определиться с креплением осветительного прибора. Подвесные люстры – это классика. Они выглядят изящно, элегантно и, как правило, имеют массивные размеры. Такие люстры идеально подходят для высоких потолков. А что делать, если размеры комнаты не позволяют купить такую люстру? Для маленьких комнат или спален подходят потолочные люстры или, как их называют по-другому, плоские люстры. Такие приборы отлично сочетаются с любым дизайном, при этом занимают немного места. При выборе плоских люстр учтите ряд нюансов. Желательно использовать прибор, в котором лампы будут находиться внутри плафона. Такие изделия являются более надежными и не будут загрязнять потолок. В плоскую люстру лучше всего установить энергосберегающую или светодиодную лампу. Пожалуй, самый главный критерий – мощность люстры. От того, насколько освещена комната, зависит ваше самочувствие. Ведь, как правило, сильно яркий свет раздражает и создает неудобства, а тусклой угнетает. Для спальни и гостиной наиболее комфортная мощность освещения – 20 Вт на 1 квадратный метр. А вот для ванной комнаты и кухни – 25. Если вдруг вы прогадали с мощностью, это легко исправить с помощью ламп. Кстати, я рекомендую светодиодные лампы. Они прослужат намного дольше, при этом они дают более мягкое освещение, а также экономят электроэнергию. А что вы можете посоветовать при выборе люстры для детской комнаты? В детской лучше использовать пластмассовые люстры, потому что стеклянные могут разбиться, если ребенок будет играть и нечаянно заденет ее. И самое главное – в детских комнатах не используйте люминесцентные лампы. Ну что ж, мы с вами убедились, что освещение далеко не единственная функция люстры. При помощи правильно подобранного прибора можно изменить свой интерьер до неузнаваемости. Поэтому кио-выбору относимся более ответственно и берем на вооружение наши советы. Удачных вам покупок! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok